Но прежде чем я буду говорить о социальной энергетике, я хочу сказать несколько слов о социальной энергетике вообще. Тема эта имеет огромный смысл для всех людей, которые пытаются создать свою картину мира. Или, если не создать, то получить от кого-то адекватное, глубокое, фундаментальное представление о том, что такое мир и какое место мы в нем занимаем. Итак, картина мира эволюционирует. Модели мира сменяют друг друга. Выдающийся американский феолософ Томас Конт ввел понятие парадигма. Парадигма – это система взглядов, система приемов, система методов, которые считаются общепринятой для данного периода времени. Ученые работают в рамках парадигмы. Картина мира создается в рамках парадигма. Внутри парадигмы развитие науки идет спокойно, планомерно. Но наступает момент, когда парадигма себя исчерпывает, и тогда начинается революция в науке. Тогда происходит смена парадигма. Если хотите, парадигма чем-то подхожа на канон в искусстве. Вот есть такая аналогия. Но когда канон в искусстве ломается, то рождается новый стиль, и это всегда буря, это всегда революция. И вот сегодня мы говорим о новой парадигме, о новой синергетической парадигме. Те, кто проникнутся синергетикой, войдут внутрь новой картины мира, и эта картина мира наверняка захватит. В ней очень много внутренней энергетики. Она вдохновляет. Я увлекаюсь энергетикой с тех пор, как она появилась. А с энергетикой, ну что, еще 30 лет нет, можно сказать, да? А там нука совсем молодая. Я как-то очень рано, даже бы рано, а вовремя узнал о ней и слежу за ее развитием. И у меня много друзей, которые работают в этой области. Я всегда держу пульс на то, что там происходит. Вот слежу за развитием науки и сам вношу свой вклад посильный в то, что делается внутри синергетики. И вот я хочу сейчас вам предложить сравнение. Сравнение, знаете, все подвигается через сравнение. Новое и старое. Так? Вот я буду давать вам старые схемы. И буду им, этим старым схемам, контрастно противопоставлять новые подходы. Вот я совсем недавно написал еще одну статью, которая называется «Социальная синергетика». Она мне иди с собой. Я буду в нее иногда так посматривать. Для того, чтобы что-то к вам оттуда зачитать. Мысль, которая записана на бумаге, всегда сформулирована четче, чем мысль, излагаемая устно, вербально. И вы, я надеюсь, проникнетесь по вашим синергетикам. Первое. Наука классическая, ну и даже и неоклассическая. Исходила с того, что объектом изучения является устойчивый равноместный мир. Устойчивость, равновесие, гармония. Это важнейшие элементы старой парадигмы. Вот думаем все в слово «мироздание». Мироздание. Если здание – это что-то устойчивое. Что-то упирающееся на прочный, незыблемый фундамент. Мир, где все уравновешено. Мир, где все сгармонизировано. Мир, сотворенный числом и меры, как говорит Библия. Вот эти библейские слова, они перекликаются с духом пифагоризма. Пифагор – это Греция. Именно пифагор сказал, что числа правят миром. Именно пифагор ввел понятие гармонии сфер. Античный космос – это гармония сфер. Античный космос – это стационарная система, где все прозрачно. Где все предсказуемо. Где срит красота. Космос – это понятие эстетическое. Понятие, несущее в себе не только указание на Вселенную, но и оценку этой Вселенной, эстетическую оценку этой Вселенной. Греки были диалектиками, и они вели понятие хаоса. Понятие хаоса они взяли со знаком минус. Хаос и космос. Хаос – это то, что нестационарно, это то, что непорядочено. Хаос враждебен человеку. Из хаоса рождается космос. Как говорил Пифагор, космос окружен хаосом, космос вдыхает в себя хаос, дышит хаосом, и в процессе этого дыхания происходит притворение беспорядка в порядок. Это очень глубокая мысль, которая только сегодня может получить интерпретацию адекватную, что хаос нужен нам как среда. В целом, оценка хаоса была негативной, потому что хаос нестационарен, хаос непорядочен. Я ввел такое понятие – хаософобия, страх перед хаосом, и ввел другое понятие – хаософилия, любовь к хаосу. Ну, скажем, вспомните строчки стихи «О дикий ветер не липой, про древний хаос, про родимый». Почему Артючев называет хаос родимым? Это ведь позитивно, это ведь положительно. Короче говоря, греки не любили хаоса. Греки не любили бесконечности. Они любили космос, они любили мир. А именно хаос является одной из главных категорий синергетики. И хаос здесь берется со знаком плюс. Хаос – это то, что является условием жизни. Хаос – это то, что обеспечивает появление порядка, обеспечивает становление гармонии. Войдем в мир классической науки. Ну, пускай это будет космос Лапласа, или вселенная Лапласа. Это французский ученый, живший в конце XVIII века. Если хотите, вот имя Лапласа должно ассоциироваться именно с классической парадигмой. Когда Лапласа вызвал к себе Наполеон, и когда Лапласа вложил ему свою концепцию мира, то Наполеон его спросил, а где же у вас Бог в вашей картине мира? Он сказал, я не нуждаюсь в гимоте из Бога. Почему? Потому что космос или вселенная Лапласа – это самодостаточный мир. Мир, управляемый законами механики. Именно Лаплас вы создавал идею, что можно вывести формулу, в которой можно однозначно предсказать любое событие наперед. В мире Лапласа нет случайности. Ты идешь по улице, на тебя упала сосулька. Вроде как случайность, вроде как, у меня что-то такое вот, нелепое, и в общем-то то, что могло и не случиться. Ничего подобного. Согласно Лапласу падение этой сосульки в данный момент на данную голову было предопределено. Знамитая формула Лапласа. Конечно, она никогда не была выведена, но ее абстрактные возможности стали несомненны. Что такое формула Лапласа? Вводится в эту формулу параметры положения каждой частицы на данный момент времени и скорости каждой частицы на данный момент времени. Вот два параметра. Положение и скорость. Все частицы зарегистрированы, все частицы измерены, заложена формулу, и согласно Лапласу, на стое этой формулы возможно однозначное прогнозируемость явлений на 5 лет вперед, на 5 миллионов лет вперед, на 5 миллиардов лет вперед. Мир как гигантская машина. Вот давайте с вами будем сейчас давать характеристики этой машины. Первое. Эта машина, конечно, состанавливана. Состанавливана, значит, она будет давать сбой, и предсказания не будут сбываться. Второе. Эта машина, конечно, равновесна. Нормовесна. Нормовесна – это есть условия ее функционирования. Третье. Вот самое важное. Внутри этой машины действуют законы линейной причинности. Вот понятие линейности и альтернативные понятия, идущие из энергетики, нелинейности. Что такое линейность? Причинно-следственная связь. Вот она, цепочка причинно-следственная. От момента к моменту, в состоянии к состоянию, звено к звену. Эта цепочка выстраивается, как по ниточке. Никаких ответвлений, никаких колебаний. Мы говорим линейная связь. Если линейная, то вы видите перед собой просеку. Вот просека пробита, и просматриваем будущее сквозь эту просеку. Сколько год надалеко просматриваем. Как вы понимаете, в мире Лопласа нет места капризу, произволу. Мы говорим, что этот мир жестко детерминирован. Детерминация – это есть линейная причинность. Детерминация – это есть мир, где на основе линейной причинности царит закон жесткой необходимости. Можно ли вывести формулу Лопласа? Но если бы ее мы вывели, то мы бы вообще поднялись на уровень Бога. Это было бы всеедение. Божественное всеедение. Кстати говоря, творение мира по Богу или по сакральным текстам – это творение именно стационарного, линейного мира. И, в общем-то, я скажу прямо, что синергетика очень сильно ударяет по позициям религии, конечно. Я не хочу ничего сказать против религии, но вот… Понимаете, дело в том, что Бог творит космос. Бог не может создавать хаос. Вот вы поймите, да? Бог – бак. И все, что выходит из рук Бога, сразу несет на себе печать порядка. Но теперь мы знаем, что хаос – это условие космоса. Что хаос предшествует космосу. Что космос без хаоса погибает. Сказать, что Бог создал хаос – это вообще богохульство, понимаете, да? Значит, мы не понимаем Бога, не понимаем Его величия. Потому что это вроде как какая-то славинка. На самом деле, все это не так. И вот то, что мир возникает из хаоса – это уже сильный аргумент против того, что мир имеет вот такое чудесное, иррациональное происхождение, когда рисует нам религия в ее, скажем прямо, не очень глубоких вариантах. Синергетика тоже может вывести на религию и выведет на религию, но там Бог понимается гораздо глубже, гораздо фундаментальнее, чем то, что мы знаем на сегодня. Мне очень было бы скучно жить в мире Лапласа. Вроде это мир, скажу прямо, материалистический. Мир рационалистический. Но в то же время это мир фатализма. Фатализм – это ведь другая опера, да? Фатализм. Фатум, рок, судьба, доля. Это же мистика. Так вот, в этом мире Лапласа и в мире машине механицизм совпадает с фатализмом. Материализм совпадает с религиозным представлением о провиденциальности, самым пошлым пониманием того, что такое провиденциальность, что такое промысел и так далее, и так далее. В этом мире нет свободы, вот что самое главное. Нет свободы. Ты считаешь, что ты действуешь свободно, а на самом деле ты действуешь по некоторому алгоритму, заложенному в уравнении Лапласа. Ты вроде как капризничаешь, вроде творишь произвол, но это иллюзия. Каждый твой чех, извините за выражение, запрограммирован наперед. Конечно, формула Лапласа – это утрированная, утрированная картина. Здесь все специально проакцентировано, здесь все специально прогиперболизировано. И сам Лаплас прекрасно понимал, что это несколько условное построение, его формула, которая объясняет все, предсказывает все и так далее. Тем не менее, я скажу так, что, в общем-то, Лаплас как раз центральная фигура внутри вот этой классической парадигмы. Может, от этой фигуры немножко отходить в сторону, может, наоборот, к ней приближаться, но все равно мир классической науки – это мир, где царит линейная причинность. Что такое синергетика? И как она родилась? Я думаю, что начало синергетики надо связывать с именем нашего русского ученого Ильи Пригожина. Ильи Пригожина, да? Это русский наш психорных человек, который эмигрировал, оказался в Бельгии. Еще совсем, можно сказать, мальчиком он был, когда его родители вынуждены были оставить Россию. Вот мне кажется, что вот эти потрясения, связанные с революцией, они каким-то опосредованным образом отразились на его сознании. Он понял, что мир непрочен, что мир несационарен, в плане чистых и социальных. Возможно, это его подвинуло на развитие новой картины мира. То, что мы называем неравновесной механикой, неравновесной динамикой. Он стал изучать неравновесный процесс. Он стал изучать неустойчивость. Замечуя, что в классической картины мира время, оно в принципе обратимо. Что значит обратимо? Вот снимем фильм. Фильм, где видно движение Луны вокруг Земли. Пусть им этот фильм вспять. Обратим процесс. Обратим время. Прямое время и обращенное время они симметричны. То есть, ход времени в классической ноге не имеет никакого принципиального значения. Время течет в период, время движется в спять. Время инверсируется или не инверсируется. Время фактически не участвует в создании картины мира. Не участвует. Но используется только для хронологии, не больше того. Время не есть какая-то активность. Так вот, Пригожин или я Пригожин, он первым понял, что время, оно несет в себе неравновесие. Несет в себе асимметрию. Пространство, оно симметричное. Я поехал в Петербург, из точки А в точку Б. И из Петербурга вернулся в Петрозаводск. Из точки Б я вернулся в А. Я операцию обратил. А время? Как бы я хотел вернуться в свое детство, к своей молодой маме? Это невозможно, да. Это невозможно. И вот Пригожин понял, что вот эта необратимость, каким-то образом участвует в динамике бытия, является антрологическим фактором. Пригожин сразу создал систему альтернатив. Например, классическую луку интересует равновесие. Меня интересует неравновесие. Классическую луку интересует устойчивость. Меня интересует неустойчивость. Классическую луку интересует симметрия. Меня интересует асимметрия. Синергетика, она в каком-то смысле слова, альтернативна классической парадигме. И это замечательно. Когда я был молод, я принимал участие в разного рода экспедициях. И даже мои петербургские друзья увлекли меня на Таймыр. Это был 1967 год. Вертолеты у нас были. Проходил эту экспедицию очень крупный зоолог, отвечавший поведение копытных животных. Предметами исследования были северные олени. Вот я никогда не назову такую картину. Впереди огромное оленья стада. Оно хаотично. То есть разброс особей совершенно случайно, совершенно произвольный. Олени чувствуют тревогу, шум моторов. И вдруг я вижу неописуемо прекрасную картину. Эта огромная масса олени самоорганизуется в структуру. И эта структура есть не что иное, как алгоритмическая спираль. Алгоритмическая спираль – это спираль, где обороты нарастают в геометрической прогрессии. Спираль Архимеда – просто алимитическая прогрессия, одинаковые расстояния между витками. А здесь экспансия, расширение витков. Ну алгоритмическая спираль – это спираль, которую имеют многие моллюски, скажем, наутилус. Большинство галактик тоже вписываются в алгоритмическую спираль. Это кривая красоты. Вот то, что я увидел, это как раз синергетика. Это то, чего исследовал Перегожий, но наследовал на химических элементах. Не важно, какие элементы. Синергетика – наука разноуровневая. Что мы с вами пронаблюдали с вертолёна? Мы пронаблюдали с вами пример саморганизации. Да. А как эта спираль прорисовалась? Как? На основе каких-то законов? Что между оленями были какие-то контакты, какие-то связи? Они менялись с информацией. Это исключается. Никакой телепатии, никакого управления здесь не было. Почему олени выстроили эту оптимальную структуру? Оптимальную для того, чтобы правильно себя вести. Это старого трансляции самосохранения. То есть, скажем, для того, чтобы осуществить укрытие от врага в этой ситуации, когда много особей. Вот это была оптимальная структура, оптимальное построение. Вот это и синергетика. Что такое синергетика? Это наука, которая изучает преобразование хаоса в порядок. В чем хаос понимается как множество неорганизованных элементов. Множество. Не один, не два, не три. А n-ное число. Классическая механика любит изучать ситуацию, когда есть два тела. Земля и Солнце. Очень удобно, очень комфортно. Простые уравнения. Появляется третье тело. Задача с третьим телом. Уже затруднение. Уже затруднение. Так. А ведь мир состоит из многих элементов. Вот. Я бы сказал, где-то, где-то в чем-то синергетики предшествовали, как, скажем, физика газов, как и термодинамика. Что такое газ? Ведь это слово происходит за слово хаос. Это одно и то же. Просто, ну, как бы, немецкое звучание слова хаос, да. Ведь когда мы изучаем газ, то там очень много частиц, молекул газа, которые ведут себя непорядочно, но которые суммарно дают какую-то, в общем-то, картину организованную. Начинает работать статистика. Статистика, так? Но внутри газа нет самоорганизации. Нет, да? Так. А здесь есть самоорганизация. Есть самоорганизация. Ну, вот я вам дам еще такой пример самоорганизации. Так называемая реакция Жаботинского. Ну, я ее отпишу немножечко так, ну, упрощенно, но очень точно. Берем некоторые соединения. В общем-то, берем непреднамеренно, так? Химические препараты, да. Смешиваем их. Перед нами хаос, перед нами смесь. Ну, внутри этой смеси возникают процессы. И мы видим, как вот этот раствор начинает, начинает организовываться, как там происходит разного рода переслоение, перестройки. И в конце мы видим так называемую реакцию Жаботинского. Но пускай это будут, скажем, красные и белые там элементы, да. Вот мы видим, как красные и белые распределились между собой и пульсируют, как сердце пульсирует. Это потрясающая картина, потрясающая картина, да. То есть мы туда эту реакцию не заложили. Это получилось непреднамеренно. Должен быть раствор. Вот работал миксер. Что такое миксер, да? Все смешать. Смесь. А смесь это как раз то, что не организовано. То, что безнадежно в плане возможности какую-то энергию вытянуть из смеси. Смесь это энтропия. А энтропия это хаос. А здесь нечто антиэнтропийное. Здесь нечто ямно организованное. Вот это реакция Жаботинского, или это часты Жаботинского, да. Вот когда сами частицы так перестроились, что они дышат. И это дыхание мы видим. Вот синергетика, да, она изучает вот эти неравновесные состояния. Которые приводят к тому, что возникает порядок. Возникает порядок. Возникает структура. Скажу вам прямо. Синергетика не знает, почему это происходит. Не знает, да. Я буду сейчас гипотезы развивать, да. Это тайна. Это тайна, так. Это тайна природы. Синергетика описывает вот эти все процессы. Ну, конечно, она их интерпретирует. Но вот объяснить, почему, почему хаос превращается в космос, сам по себе. Не может. Что здесь нового? Ну, всегда стала проблема перед наукой, как из хаоса возникает космос. Греки сказали, что такой процесс имеет место. Ведь как наука это решала вопрос, да. Ведь возьмем 18 век. Так называемая концепция первого толчка. Или первого толчка, да. Ну, да. Когда-то был беспорядок, да. Вот. Но Бог привел все в порядок. Или сразу начинается порядок, да. Сразу начинается порядок, да. Вот. Наиболее такие зрелые формы дизма говорят о том, что мир сразу начинается с порядка. Но этот порядок задается извне. Задается Богом. Вот Бог создает порядочный мир. Делает это чудесным образом. Это именно чудесное сотворение. А дальше мир уже сам по себе крутится, вращается, эволюционирует. То есть источник порядка некая внешняя сила, некое внешнее управление. Трансцендентный мир, то есть потусторонний мир, да. Синергетика исключает возможность какого-то внешнего воздействия. Для того, чтобы запустить реакцию Жаботинского, не нужно вкладывать туда энергию. Не нужно туда вкладывать программу. Реакция Жаботинского начнет себя проявлять сама. Без никакого внешнего вмешательства. Вот это великие принципы самоорганизации. Великие принципы самоорганизации, да. Самоуправление. Самодвижение. Самоконтроля. Самоуравновешивание. Само-само-само-само-само. Не остается места для демиурга. Не остается места для этого внешнего, явно принудительного, первого толчка. Теперь мы знаем, что, в общем-то, все, что в мире произошло, произошло во законном синергетике. Какой бы мы не взяли структуру, какой бы мы уровень не подвергли анализу. Но давайте с вами сейчас думать о том, что мы наблюдаем в космосе. Так. Ну, смотрите. Космос, так. Вот давайте смотрим на космос глазами с энергетикой. Вначале было ничто. Ничто был вакуум. Так. Вдруг этот вакуум всколыхнулся. Первичная флуктуация. Что такое флуктуация? Это спонтанное, то есть самопроизвольное нарушение равновесия. Вакуум – это равновесие. Мертвое равновесие. Абсолютное равновесие. Это нулевой уровень физических полей. Это минимум всех минимумов. Это нуль всех нулей. И вдруг вакуум дрогнул. Вот этот вздрог вакуум – это типичная синергетическая акция. Ну, конечно, можно подвести под эту акцию Бога, сказать, что именно Он оттуда изнутри поколебал море вакуум. Но это ведь неубедительно. Сам вакуум всколыхнулся. Ну, вот я бы сказал так, что прийти через энергетики являются такие философы, как Эпикур и Лукреция, греки и римлянии. Вот в книге Лукреция мы прочтем о том, что частица, вот двигаясь сверху вниз, ну пускай это падение, да? Частица падает, должна падать по прямой, да? И вдруг она самопроизвольно отклоняется в сторону, так называемый клинамин по-гречески. Клинамин – произвольное самоотклонение. Вот нарушает правильность, нарушает регулярность. Вот, если хотите, клинамин – это великое понятие, великое понятие о науке. И, в общем-то, наш мир – это гигантский клинамин. Вакуум отклонился от равновесия. Поднялась волна. Может, это была реаль в начале, реаль, да? Мир из состояния равновесного перешел в состояние неравновесное. И это взрыв, это вихрь. Мир родился из вихря. Как писал Андрей Мартынов, «Но все равно свое твердит кювье вселенная вихреобразно». Античная гармония сфер и картина вихря. Что такое галактика? Это вихрь. Вот моя любимая галактика Мессия-51 в «Гонщик-псах». Когда ее открыл авторном Рос, то есть не то, чтобы открыл, а впервые он проявил ее спиральную структуру. Это середина 19 века. Он назвал эту галактику «водоворотом». Водоворот – это что такое водоворот? Это вихрь, водный вихрь, вихрь гидродинамический. Гигантские вихри. В галактиках известно сейчас примерно 125 миллиардов штук. Из них большинство – это спиральные вихри. Вихри всегда спиральны. Спираль – это хороший образ неравновесия, неустойчивости. Но в то же время это организованная неравновесие, это организованная неустойчивость. Мы живем внутри вихря. Вы понимаете, вот я это подчеркиваю. Синергетика дает новые мироощущения. Я ощущаю себя по-прежним обитателем системы паверийских сфер. Я люблю гармонию сфер. Я люблю музыку античного космоса, которая открывается моему возненному слуху. Но в то же время я прекрасно понимаю, что гармония сфер – это маленький фрагмент, маленький островок порядка внутри хаоса. Я ощущаю, что принадлежу миру вовсе не пифагорейскому. Миру совсем другому. Я внутри бури. И, наверное, мне будет очень трудно держать этот хрустальный пузыречек, в котором помещается гармония сфер. Это когда-нибудь, наверное, увы, лопнет. Хотя я буду бороться за то, что он существование длил и длил. И, может быть, я этого добьюсь. Хорошо. Так рождается Вселенная. Мы живем внутри Большого Взрыва. Мы вписаны внутри Большого Взрыва. Это наша экология космическая. Ну, что такое галактики? Это локальные, локальные вихри. Так. Совершенно ясно, что в галактиках происходит самоорганизация материи. Происходит звездообразование. Это тоже процессы энергетические. Восьмой другой уровень. Жизнь. Жизнь, да. Обратите внимание. Мы знаем формально, как устроена жизнь. Так. Мы знаем, как действует гетический код. Мы даже расшифровали геном человека. Просто я полностью расшифровали. Мы знаем, как осуществляется матричный синтез белка. Все в наших руках имеется. Так. Но мы не можем лабораторно создать одну живую клетку. Почему? Вот мы здесь действуем линейно. Линейно, да. Вот. У нас есть все элементы. Все звенья. Но почему эту причинно-следственную цепочку не запустить, которая ведет к созданию живого? Не получается. Не получается. Вот. Вот. Жизнь, она таинственная. Очевидно, на Земле возникли условия когда-то, как синергетические условия. Когда? Когда? Вещество, самоорганизуясь, самоорганизуясь, так? Поднялась на ступень, когда оно научилось самовоспроизводиться. Самое главное в жизни – это самовоспроизводство. Да? Редупликация, так называемая. Жизнь себя повторяет. Жизнь себя тиражирует. И этим бросает вызов антропии. Да? Вот. Эта система умерла, но она оставила свое подобие. Больше того, эти системы эволюционируют, повышают уровень своей организованности. И каждый раз их вызов смерти и небытию становится все более и более убедительным. это чудо. Жизнь, как таковая, есть нарушение равновесия. Физическая материя, материя костная, она тоже может быть неравновесной. Но эта неравновесность, она, ну где-то она нерезультативна. Она не приводит к каким-то, ну я скажу так, к каким-то ценностным завоеванием. Не может быть ценности на уровне неживого. Ценности появляются только там, где есть жизнь. Вот ценность заключается в самой жизни. Так вот здесь, здесь, да, неравновесие, оно имеет ценность. Потому что неравновесие обеспечивает возможность эволюции, возможность подъема. Все прекрасное, что произошло в биосфере, произошло по законам синергетики. Хорошо. Возьмем общество. Вот сейчас я должен ввести понятие, одно из центральных понятий синергетики, это понятие аттрактора. Атрактор это, если хотите, некий сигнал. Сигнал может быть очень слабый. Это информация, это не энергия. Но у этого сигналы имеются какие-то интересные и непонятные, в общем-то, преимущества. Преимущества перед другими сигналами. В мире много сигналов, в мире много аттракторов. Но вот этот аттрактор выделяется и привлекает к себе все окружение. Атрактивный, значит, привлекающий. Атрактор, значит, то, что привлекает. Притягивает к себе. Таким аттрактором может быть, скажем, религиозный деятель. Атрактором может быть человек. Вот это можно хорошо показать на примере личности. Вот пришел Христос. Как он сказал? Что я приду в мир, не преломив тростинки. Не преломив тростинки. То есть, что он хочет этим подчеркнуть? Что ничего силового в его приходе нет. Тростинка – это символ слабости. И тем не менее, Христос стал аттрактором, в руку которого организовалось человечество. Ну, вот быстро уберите Христа из мировой истории. Образ на сфере станет другим. Мы не увидим соборов, церквей. Мы не увидим кладбищ с крестами. Не будет литературы великой, религиозной. Но там будет другой мир, правильно? Да, наверное, более грубый, чем тот, в котором мы живем. Вот так сработал аттрактор Христа, что вокруг себя организовал, организовал атмосферу. Любой город, любая деревня возникает на основе аттрактора. Вот человек находит место, какое-то особое место, выделенное место. Ведь выбор места – это великая вещь. И за этим выбором сейчас состоит аттрактор. И вот вокруг этого аттрактора начинает собираться народ. Аттракторы могут быть соседями. Они могут конгурировать между собой. Вот Москва и Тверь – два аттрактора. Тверь приняла возможность стать столицей Руси. Но не стала. Почему? Вот Москва перебила своими сигналами. Сигналы Твери – Москва оказалась на плане более аттрактивной. Любая идея есть аттрактор. Пришел ученый. Сформировал новые идеи. И вокруг него образовалась школа. Так что я вас призываю быть аттракторами. И создавать вокруг себя новую гармонию, новый порядок. Всегда за новым порядком в нас в мире стоит нарушение равновесия. Он Христос. Ведь Он нарушил равновесие общества. Правильно, да? Поэтому Он подвергся казни. Поэтому Он принял крестную смерть. Он возбудил спокойствие. Возбудение спокойствие – это всегда люди, действующие по закону вашей энергетики. Но какой эффект? Какой эффект, да? Вот. Эффект потрясающий. Итак, миру присущи свойства – самоорганизовываться. Это тайна. Почему действует в мире это великое начало самоорганизации? Я могу дать свою интерпретацию. Это мое понимание, это мой подход. Я скажу следующее. Очевидная, главная коллизия мира – это взаимодействие бытия и небытия. Небытие – оно несказуемо. Небытие – это то, что мы называем область эпофатического. А эпофатическое – это то, о чем нельзя говорить. А если и можно говорить только на языке вычитания, на языке минусования, на языке отрицания. Это не то, не то, не то, не то. О ничто ничего не скажешь, потому что нечего сказать. Но ничто фундаментально. И ничто тоже является аттрактором. Ничто в себя затягивает как в бес, но как в воронку. Я убежден, что многие восточные культы связаны с аттрактором небытия. Нирвана буддийская, если мы любим буддизм, это все-таки аттрактор небытийный. Уйти в нирваны – значит отказаться от проявленности, отказаться от деятельности. Десизм – да, оно тоже ведь недеятельно. И самое ценное для того состояние абсолютного покоя – в общем-то абсолютно равнозначное буддийской нирване. Верно? Социкли бытия очень сильные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...